Несколько лет назад в сельских населенных пунктах Артемовского городского округа были широко развиты ФАПы – фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас некоторые ФАПы претерпели некоторые изменения и стали называться либо фельдшерскими пунктами, либо ОВП – пунктами общей врачебной практики. У нас в Красногвардейском амбулатории перешло, у нас стало три ОВП на этом месте. Кировская ОВП у нас, она уже до этого была ОВП. И остались ФАПы у нас такие, как на Бисонце, остался ФАП у нас в Лебедкино, в Шогрыше. Сделали рад, что уже был ФАП, сейчас тоже стало ОВП. И у нас остались ФАПы еще такие, как Покровская, остались ФАПы в Мостовской и так далее. Чаще всего ФАПы открываются в тех населенных пунктах, в которых проживает около 200 человек. Ранее в ФАПах работал не только фельдшер, но и акушерка. На сегодняшний день ФАП именно в таком составе сохранился лишь в поселке Покровская. На остальных сельских территориях, как правило, работает один фельдшер и медицинская сестра. По словам Андрея Болок, заведующего поликлиникой Артемовской центральной районной больницы, именно фельдшерско-акушерские пункты и общеврачебные практики являются передовым планом всей медицины и здравоохранения на селе. Потому как курируют здоровье и при необходимости лечат сельское население на местах. Врач ОВП, он заменяет половину поликлиники. Он может сделать все. Он обучен всему, кроме стаунтолога и кроме хирурга. Причем некоторые вещи хирургические он имеет право выполнять. В штате ОВП есть врач, фельдшер, две медицинские сестры, которые занимаются как раз перевязками и санитарочками. У них на базе ОВП есть дневной стационар, в отличие от ФАПа. То есть там они могут больных не только таблеточками полечить или там консультации сделать, но и прокапать при необходимости какое-то время, посмотреть его. При этом Андрей Александрович отметил, что с 2002 года медицина в Свердловской области и в Артемовском городском округе в том числе претерпела кардинальные изменения. Основное и самое, пожалуй, важное до начала 2000-х годов у нас в стране была медицина, а после 2000-х – здравоохранение. Очевидно, что врачи как тогда, полтора десятилетия назад давали клятву Гиппократа и лечили своих пациентов, так и сейчас лечат. Однако разница все-таки есть. Медицина сама по себе занималась лечебным, то есть больше подавалась на то, чтобы лечить. Этим же была у нас установка и на ФАПах, и на ОВП, в то время уже, которые начинались еще только появляться. Мы занимались лечением, а сейчас мы занимаемся профилактикой. То есть, говорится о том, что люди у нас стали более сознательны, они должны сами отслеживать свое здоровье, по тому же приказу 323-му, где написано, что каждый гражданин должен следить за своим здоровьем. Они должны совместно с медицинским работником заниматься своим здоровьем, к чему я их призываю. Чтобы заниматься профилактикой, необходимо современное медицинское и диагностическое оборудование. Это в подавляющем большинстве случаев оберегает пациентов от потери трудоспособности, длительного лечения, а также реабилитационного и постреабилитационного периода. ФАПы у нас на сегодняшний день оснащены компьютерной техникой. Они имеют право проконсультировать своего больного с помощью телеконсультации или непосредственно через телефонный звонок с нашей ЦРБ. То есть, у нас на сегодняшний день в медицине осталась сетапность. Сначала на первом плане это идут у нас ФАПы, затем у нас идут ЦРБ, Центральный район больницы. Дальше у нас сейчас ввелась новая структура межмуниципальных центров. Это курируют у нас Ирбит и Алапаис. И выше уже третьего уровня это областные больницы и краевые больницы. То есть, любой врач Артемовской Центральной районной больницы в случае необходимости может без проблем связаться с коллегами из области и получить консультацию областных или краевых специалистов. На сегодняшний день нагрузка на больницу и участковых врачей довольно-таки высока. При этом все фельдшерско-акушерские пункты ОВП Артемовского городского округа укомплектованы и оборудованием, и кадрами. Единственное, что у нас есть еще проблема, и она нашим руководством решается. Это село Бичур, Антоново. Но там введены так называемые домовые хозяйства. Что такое домовое хозяйство? Это выбирается более ответственный гражданин, который имеет телефон, которого и чаще всего встречается с нашим фельдшером. К нему может обратиться любой житель этого населенного пункта и сказать, вот у меня валит то-то, то-то, то-то. И он по телефону с нами связывается и решает проблему напрямую. Разбуд мы их собираем, проводим обучение, проводим комплектацию их аптечек. У них есть аптечки, которыми оказывают помощь. И таким образом у нас получается, что в районе лица, которые не охвачены, у нас таких нет. Таким образом можно сделать вывод. Лечебно-профилактическая и медицинская помощь сельскому населению Артемовского городского округа оказывается, несмотря на разбросанность населенных пунктов по территории района, плохое качество дорог и постоянные меры оптимизации сферы здравоохранения.